Чисто там, где убирают они мусори, от ученикам 13-й школы рассказали о пользе субботников и раздельного сбора мусора. Экологический урок провели глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич и экологический лидер школы Анна Котович. Мурманск – наш общий дом, а в доме нужно уметь поддерживать чистоту и порядок. Для того, чтобы объяснить это подрастающему поколению, в 13-й школе регулярно проводятся экологические уроки. Сегодня в гости к шестиклассникам пришел глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич. Он рассказал школьникам про проект Народного фронта. Мы говорим про интерактивную карту свалок, которую мы представляем и будем дальше представлять. Но ведь эти свалки могут быть разные. Есть свалки большие, которые надо вмешать в администрацию. Есть свалки маленькие, которые те же школьники с педагогами могут убрать и посадить там деревья. Учеников этой школы регулярно вовлекают в экологические акции. Приучают не выбрасывать лампочки и батарейки вместе с остальным мусором, а собирать и сдавать активистам из эко-мобиля. Ребята вместе с учителями постоянно выходят на субботники. Есть здесь даже свой эко-лидер. Эко-место «Амирек» вызывает восьмым континентом, который не написано на карту. Его специальное название – «Большое текло-гентство, а мусорно-чекло». Анна Котович учится в девятом классе и, несмотря на то, что в будущем хочет пойти работать в полицию, сегодня все свободное время уделяет экологии. Она уверена, если каждый приложит немного усилий, планета станет чище. Вклад можно внести совершенно разными способами. Банально просто не выбрасывать мусор на улице, то есть перерабатывать отходы, допустим, батарейки. Не надо выбрасывать вместе с пищевыми отходами. Сейчас во многих торговых центрах можно сдавать батарейки на утилизацию для того, чтобы сохранить почву. Бережное отношение к природе, уверена учителя школы номер 13, в первую очередь воспитывается в семье. Но и педагоги могут внести свой вклад в развитие у детей хороших привычек. Как только сойдет снег, в учебном заведении планируют организовать ряд субботников.